А перед началом видео я вам хочу рассказать о розыгрыше нескольких копий игры Blunt CD6 версии Steam, которые проходят на моем дискорд сервере, где прописаны все условия для участия. Итоги розыгрыша будут подведены 30 декабря, так что не упустите возможность получить дополнительный подарок новому году. Ссылка на дискорд сервер будет в описании под видео. Всем удачи! Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы поиграем в игру под названием Blunt CD6. И в этой серии я буду выполнять испытания от зрителя. Сам комментарий вы сейчас увидите на экране. Спасибо большое человеку за предложение этого испытания, с радостью попробую его пройти. Сама суть этого испытания заключается в том, что я должен играть на карте кукурузное поле Из-за ограничений мне нельзя использовать самолет, мага и инженера. Ой, сейчас я тут что-то полетел. Вот кукурузное поле. Также мне можно использовать три силы. В скобочках обязательно. И тут вот я на самом деле не знаю. Типа мне прям обязательно использовать силы. И типа и одну мгновенную обезьяну. То есть это вот по желанию. Так, идем на кукурузное поле. Ну давайте тогда стандартный. Выберем, конечно же, сложный. Раз так вот все идет. И раз у нас тут написано, тебе можно использовать три силы. В скобочках обязательно. У меня прям, ну, в голове такой диссонанс. Можно? Обязательно. Так, значит нужно. Так, ставим нашу бесплатную обезьяну. И смотрим, что у нас тут получится. Так, давайте сразу же немного прокачаем. Как таковых условий здесь, к счастью, нету сложных. Пускай даже если пройдут, пока что не страшно. То есть у нас нет прям такого условия. Это такое, знаете, видео будет на расслабоне. Я там с вами о чем-нибудь поговорю. Попробуем попроходить. Интересно довольно-таки все равно, что у меня тут да получится. То есть главное не забыть, не ставить самолета, мага, инженера. Ну, конечно. А я думаю, я и без них справлюсь. Хотя маг тут очень полезен. Он мне довольно-таки тут хорошо помогал. Давайте тогда для разнообразия буду ставить то, что я редко ставлю. Например, клейметчика. Конечно, в последнем боссе я его довольно-таки часто использовал. Все равно он мне очень нравится. Особенно, знаете, когда я только начинал играть в Лонс ТД6, я всегда использовал клейметчика. И даже когда снимал, я его очень часто использовал. Да, и мне некоторые даже зрители писали в комментариях, зачем ты его ставишь? Типа, что в нем такого? А я такой, ну не знаю, ну как-то привык. Привык уже. Реально так. Давайте други-то добавим. И, наверное, сейчас будем копить на Бенджамина. У нас все довольно-таки хорошо проходит. Также можете меня поздравить и себя поздравить о том, что я создал дискорд-сервер. Я так рад этому, на самом деле. Вот знаете, до этого мне... Я, конечно, хотел его создать. Многие просили, многие вот все. А мне как-то тоже хотелось. Ну почему-то как-то лень было. А вот вчера я создал. Ну точнее, начал вот там вот все обдумывать. Заготовку сделал. Так, немного прокачаем друг друга, потому что проблема. И то есть сделал заготовку. И сейчас у меня вот в голове уже прям мечты и желания, чтобы вот те зрители, которым действительно интересно общаться, интересно играть друг с другом, чтобы вы сидели на моем дискорд-сервере, как-нибудь, может быть, знакомились, помогали друг другу советами. Я там для вас мог писать какие-то новости, что вот у меня там происходит. Вы бы там могли общаться, и иногда я бы тоже к вам приходил. Потому что я понимаю, что общение через комментарии это одно. А все-таки, когда у тебя есть дискорд-сервер, намного легче коммуницировать с другими людьми. То есть там я вам могу говорить какие-либо новости, знаете, если, например, видео запаздывает, что как бы давно видео не выходит. И я вам там спокойно могу ответить, почему, что случилось, что да как. Вы у меня что-то спросите, я вам еще отвечу. Может быть, с вами там поболтаю, там с кем-нибудь поиграю. Почему бы и нет? Правда, не могу сказать, что это будет часто. Потому что все мы люди. У каждого свои дела. И я надеюсь, что я найду время для вас. Я буду действительно стараться это делать. Поэтому, пожалуйста, заходите. Так, у нас начали немного проходить. Давайте тут еще шпилькомет добавим. Чтобы вот всего было. Ссылка будет в описании. Надеюсь, что все будет нормально. У меня не было вообще опыта в создании этих дискорд-серверов. Поэтому будем изучать вместе с вами. Все, если что, вы будете мне там писать что да как. Может быть, я там что-то не то сделал. Будем исправлять, учиться. Почему бы и нет? Очень интересный опыт. Как по мне. Так. Я подумал, нам ведь сказали про одну мгновенную обезьяну. Может быть, нам надо было в самом начале специально ее поставить. Типа, это бы нам помогло. И так бы мы выполнили одно из условий. Так, полторы тысячи мы накопили. Я что-то даже не заметил. Давайте тут немного клеймечка прокачаем. Давайте тут еще молнию сделаем. Молния тоже очень полезная у друида. Так. Скоро уже совсем новый год. Ну, мне абсолютно это не верится. Как так все... Очень хорошо для меня на самом деле проходит этот год. Так много старался, но при этом и многое получил. Поэтому, пожалуйста, поделитесь со мной, как у вас дела, как вы проводите эти последние дни года. И давайте подводить итоги, какой он для вас, удачный или не очень. Если не такой уж и удачный, то я надеюсь, что следующий год провезет вам много счастья. Действительно, я надеюсь, что у всех все будет хорошо. Плохое и так многое в жизни есть у людей. А хорошего не так много. Так, давайте, может быть, открывать новую территорию. Потому что на одном маленьком квадратике что-то не очень... Блин. Точно. 100% надо будет. Потому что я вот тут что-то посмотрел. Так. Нам точно надо будет ставить пушку. Потому что на следующей волне пойдут свинцовые шары. А со свинцовыми шарами я как бы хочу справиться. Не хочу проигрывать. Так. Ракетная установка. Пока мы идем нормально. Абсолютно. Ну, конечно, в самом начале были некоторые проблемы, но они такие. Это легко исправимо. Будем так считать. Так. Со свинцом проблем нет. Угроза мап прокачена. Все есть. Все идет по плану. Так. И что же у нас тут? Тридцатый раунд. Тридцать первый даже. Так. Сейчас я тут открыл еще один комментарий от этого же зрителя. Так. Мне там даже дополнили, что мгновенную обезьяну по желанию. То есть, видимо, способности я обязан использовать. А уже мгновенную обезьяну это вот как я захочу. Значит, скоро будем смотреть, какие бы нам способности использовать. Чтобы нам помогли они. А вот мгновенных обезьян давай тогда не будем пробовать. Ставить. Так. Убийцу ма прокачаем. Чтобы сразу же быть готовым к сороковому раунду. Тут тем более радиус такой прям хороший. То есть, он целый такой. Почти круг захватывает. Правда, это кругом тяжело назвать. Не до квадрата. Ой-ой-ой. Я что-то, если честно, испугался. Так. Самолет. Маг. Инженер. Да, это я все помню. И у меня такое непреодолимое желание было поставить инженера. Я чуть-чуть это не выпал. Так, клеймечка прокачаем. Меткий стрелок тоже очень классная прокачка. Но нам надо быть готовыми к другому. Я вот сейчас сижу и думаю, что бы нам поставить. Я бы хотел поставить обезьян с бумерангом на самом деле. Не знаю, как... Из-за чего у меня вот это вот желание есть. Вот сюда было бы я так хорошо поставить. Он целый такой круг будет захватывать. И давайте даже посмотрим, на какую линию я это буду делать. Ммм. Может быть на нижнюю или на верхнюю? Также, ну да, я с вами хочу поговорить о розыгрыше, который вот я сейчас начал проводить. Он также как раз таки на моем дискорд сервере. Я надеюсь, что все там нормально расписал. Что все правила для вас будут понятны. Если что-то непонятно, пожалуйста, пишите, не стесняйтесь. Я вам с радостью постараюсь все описать. Все рассказать. Так. Видимо, меткого стрелка нам все-таки надо будет прокачать. Правда, такой вот радиус, знаете, вот большой, а захватывает всего чуть-чуть, к сожалению. Так, ну теперь точно у нас проблем не будет каких-либо. Это меня уже радует. И как раз таки итоги буду подводить 30 декабря. Надеюсь, что вам 4 дня хватит, чтобы поучаствовать. То есть минимум 5 версий будет. Посмотрю, может быть, я еще добавлю пару призов. Вот как раз таки. Почему бы нет? Главное, пожалуйста, посмотрите и убедитесь в том, что вы играете в версии Steam. Потому что это не на компьютере. О, точнее, это на компьютере как раз таки. А то вдруг вы играете на телефоне, а на телефоне, по-моему, там же Google Play. Там Steam. Это другое. Если я не ошибаюсь. Ой-ой-ой, посмотрите. А проблемки-то начались. Надеюсь, что тут вот не захватит. Жалко, что он тут не захватывает на самом деле. Ну да ладно. Так. Вот так я его сейчас прокачал. С условием того, что он еще видит камуфляж. Это будет действительно для нас очень полезно. Так. Стреляет он нормально. Прям хороший урон сейчас выдает. Кого бы нам еще поставить на самом деле? Вот тут такую большую площадь освободил. Может, для банановой фирмы я все это делал? Давайте одну поставим. Чтобы получать дополнительные деньги. Все. Один рынок есть. Все хорошо. С камуфляжем у нас тоже проблем нету на данный момент. Ну, надо уже смотреть и думать насчет того, что он потом же пойдет. Керамика. А керамика это уже довольно-таки проблемно будет. Так, да. Как я и подразумевал, это все мешается. Вообще, вот эта вот местность такая хорошая, я бы сказал. То есть, вот сюда можно поставить, а вот это вот убрать. Конечно, стоит это все очень больших денег. Ну, вот сейчас мы прокачаемся, наверное, на мою любимую прокачку для снайпера. Вот рикошечащая пуля. Как по мне, ну, действительно очень сильная вот эта вот. Я ее часто использую. Точнее, как часто использовал, когда ставил снайперов. Сейчас я их уже не так часто использую, но все равно мне так кажется, что они довольно-таки сильны. Со многим справляются и без каких-либо сложностей. Так, давайте я поставлю бассейн. Используем первую нашу способность. А в бассейн я поставлю нашего подводника. Я хочу сделать из него реактор. Так. Какую бы нам тут еще способность-то использовать? Знаете, так странно. То есть, это, наверное, первое испытание, где мне прям так сказали, что я должен обязательно там вот использовать. Такое, неожиданно. Ну, надеюсь, что я правильно понял зрителя, который это написал. В любом случае, спасибо, что предложил. Тяжело, знаете, именно понимать о том, что ты как бы всегда копил в основном эти способности, а сейчас ты их тратишь. Такой, а как это? Он как это обычно стараешься усложнить себе жизнь, игру, проходя вот так вот испытания. А тут тебе наоборот говорят. Ну, ничего, нормально. Так вот, поставили бананового фермера. Тут как раз таки, чтобы он нас все собирал. Так, здесь он вроде тоже должен достать. Да, причем спокойно. И тогда у нас с деньгами вообще сейчас все будет нормально. Тут, наверное, знаете, еще для одной фермы хватит места даже. Конечно, наверное, надо было фермера все-таки сюда поставить. И тогда я бы, наверное, смог больше фермера поставить рядом с ним. Так, давайте вот так вот поставлю. И посмотрим. Ну, вроде бы должно все хватать. Вот здесь так. Смотреть там. И все неплохо. Денег много. 58-й раунд. Все хорошо. Музычка, вы знаете... А это ведь реально почти год прошел с момента того, как я начал играть в Блунстаде. Как я узнал о ней. Так классно, что... Ну, можно сказать, у меня год начался с того, что вот я узнал о ней. И этот год многое для меня как раз таки... Чего значит? Ну, особенно, знаете, какие-то достижения на Ютьюбе. Я очень рад, что у меня появились зрители. Я безумно вам благодарен, что вы смотрите мои видео. Это, ну, очень дорогого стоит для меня. Я очень ценю и благодарю вас за все вот это вот. И даже, ну, не верится, что вот та игра, которую я начал играть... Потому что, ну, как бы прикольно посмотреть, что тут будет вообще. Что у нас тут получится. Так. Как опасно было. То есть, посмотреть, что вообще выйдет. По приколу поснимать. Я же вообще даже не планировал, что у меня эта игра будет такой вот основной, и что ее будет хоть кто-то смотреть. Я просто начал снимать, потому что такой подумал. Блин, эта игра у меня не лагает. Все спокойно. То есть, могу поснимать. Почему бы нет? А вы нашли этот канал и сейчас его смотрите. Это очень здорово. Это очень невероятно для меня. Так. Немного банановую ферму прокачали. Теперь я, наверное, пожалуй, буду прокачивать наших обезьян. Потому что начинают возникать некоторые сложности. А нам надо бы еще одну способность использовать потом. Давайте, может, вот эту используем на выходе. Вот, все, три способности есть. Ой-ой-ой. Подождите. Так. Что-то я так засмотрелся. Это... Пока я ее ставил. Ну, способность, знаете, действительно полезная. Но я думаю, что ее одной тут не хватит. Тут бы ее одной действительно очень даже не хватило. Так. Ой, тут вот эти вот стрелки. Я так испугался. Я подумал, что это шары. Так. Во. Поставим сюда, наверное, нашу супер обезьяну. Чтобы она тут стреляла, дополнительный урон наносила. Она все равно не помогает. Подождите. А у меня сейчас в голове диссонанс. Из-за того, что я не могу ставить обезьян магов. Это действительно для меня такая прям большая сложность. Я не привык, что у меня их может не быть вообще. В принципе. Так. Давайте тогда смотреть. И думать. Головой. А я не привык думать головой. Это ж как. Еще поставил этого флибустера, блин. Ой, точнее, подводника. Что тут теперь никого бы ставить не могу. Так. О. О, могу. Так, что если мы его так добавим? А здесь я еще могу? И здесь я еще могу. Так. Давайте тут сейчас ждать. И пытаться надеяться на все. На счастье наше. Нет. Счастья не хватает. Как это? Как это? Что? У меня сейчас в голове... Всякие мысли непонятные о том, что как мы вообще могли до этого довести. Так. Давайте я вам... Нам тогда предлагаю пока что продать. Ммм... Его. Форсаж прокачивать, наверное, будет бесполезно. Это... Полезно? Вот это вот я не знаю. Натиск. Тоже я не знаю. Вот тут вот, знаете... Сейчас я что-то дознаю. Типа... Вот если мы здесь попробуем поставить... Ледяную обезьяну. До сосулек почти докачали. Мне так нравится ее питомец. Вот этот вот снеговик. Он реально такой классный. Прикольно. Прям вот что-то так вот придумали. Так. Что он теперь будет? Их прям нормально замораживать. Слушайте, помог. Так. Здесь он помог. Давайте тогда... Здесь мы еще дополнительно немного прокачаемся. Потому что, скажем, разом они же сложнее все равно становятся. Так. Нам еще тут помогло. Поэтому мы используем скил. Во! На новом... С помощью скилла Бенджамина они нам тоже помогли. Ух! И мы прошли этот раунд. Реально ледяная обезьяна нас спасла. Спасибо тебе большое. И теперь я понял, что... В тот момент, когда я проходил испытания и слышал всякие... Ту-дунь! Ту-дунь! И думал, что это такое. Это реально снеговик от ледяной обезьяны. Понятно. Будем знать. А что, новая сложность у нас? Ой, фух. Потому что только что было, правда, опасно. Так. Давайте тогда поставим сюда... Нашу супер обезьяну. Вот прям здесь даже сделаю. Дополнительный урон, причем, неплохой. Сейчас будем ее дальность прокачивать. Усиливать. И она нам будет очень даже неплохо помогать. Давайте вот тут скилл используем. Чтобы получать больше денег. И радиус уже очень даже хороший. Потом же он еще должен увеличиться. Ой, сколько керамики. Аж страшно смотреть на это. Так. Пока что, конечно, не такой большой урон. Но он есть. И это самое главное. Так. Во. Все нормально. Еще лазер. Теперь нам надо плазменный удар. Много муабов стало лететь там. Ле, остановитесь. Так. Я тут скилл бенджерна использовать на обычные шары. А тут одни эти. О, норм. Так. Давайте все. Теперь у нас есть плазменный удар. Теперь намного больше урона у нас идет. Не зря, знаете, все-таки я решил поставить эти фермы. Если смотреть, я, кстати, использовал все три силы. Это, например, переносное озеро. О, новый уровень. Классно. Банановый фермер. И я еще использовал шипы. Которые нам никак не помогли. То есть, еще одно условие у меня выполнено. Осталось главное не использовать инженера. Обезьяну ад. И магом. Конечно, тут сложнее всего для меня, наверное, будет мага не использовать. Технический террор я тоже хочу прокачать. Потому что он должен, как минимум, еще увеличить радиус. Наши суперобезьяни. И тогда мы посмотрим, к чему она дойдет. Так. А, смотрите, там написано самолет. Там не обезьяна ас написано. Хотя, обезьяна ас это больше как самолет. То есть, вот это же вертолет. Типец. Все, теперь я сломался. Ладно, не будем использовать ни самолет, ни вертолет. Точнее, ни Адзиану Аса, ни вертолетчика. Чтобы мазки себе не пудрить. У меня сейчас в голове только песни Моргенштерна. Это самолет. Это вертолет. Ужас. Чего я вам тут пою? Слушайте, что хотите, ребята. Так. 74 раунд. Почти на технический террор накопил. И с ним у нас уже, как таковых, проблем не должно возникать теперь. Если что, потом рядом с ним мы еще можем поставить деревню, которая будет ему показывать, где находятся кумфлированные шары. А, кстати, а что-то у него радиус-то не увеличился. Так, ну. Совсем вот чуть-чуть, вы знаете, чтобы он еще вот здесь все стрелял. Ну да ладно, и так неплохо. Как минимум, по МОАБам он будет здесь тоже настреливать. Теперь мы можем наши плантации немного прокачивать. Они нам уже принесли по 30 тысяч. Рынок тоже неплохо нам принес. Так. Пока что в целом вроде бы живем. Этот книговик меня реально пугает. Такие звуки издают. Я думаю, что что-то резко вылетает. И проблема. Я хочу поставить сюда завод. На самом выходе. Может быть мы его даже до вечных шипов сможем прокачать. Почему бы нет? Просто чтобы копилось. Просто как нам. Для нас такой подспорь я бы вам. И сейчас, 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 я, наверное, еще поставлю несколько рынков. Потому что пока что, как бы, до исследовательских лабораторий надо много денег копить. А рынки, для них не нужны никакие фермеры. Они сами тебе деньги выдают. Все удобно. И довольно-таки много денег. Поэтому, одни плюсы. Снайкер, это, посмотрите. Почти 60 тысяч урона. То есть, как бы, деньги он действительно приносит. Ой, деньги. Урон он действительно наносит. Причем очень даже хороший. Я абсолютно не жалею, что поставил его. Так. Очередная проблема. Очередная проблема вам. Так, сейчас. Я, я даже знаю, как ее исправить. Ужас. Вот это вот все. А вот вы понимаете, что обезьяна маг, мне бы это сразу же все исправил. Вот, если бы он был, сразу же почти никаких таких проблем не было. Так, радиус увеличим. И теперь у нас, кстати, много кто видит камуфляж. Это очень классно. Конечно, некоторые уже видели. А мы даже еще технический террор не использовали, что очень странно. Потому что вот я использовал, и как бы все, проблем нет. Кипец, я, конечно, молодец. И что, они еще пойдут? Смотрите, а это питомец нашей деревни. Тоже очень прикольный такой эльф маленький. Что по лазерам бегаешь? Аккуратнее надо быть. Где он вообще, что он тут делает? Отойди, это опасно. Иди к снеговику, с ним поиграй. Там безопаснее будет. Так, технический террор используем. Все, проблем нету. С камуфляжем. Так, очень полезная функция, на самом деле. Что ты можешь перезайти, и сразу же у тебя этот раунд начнет с самого начала. Это прикольно. С учетом того, что, как бы, все нормально. Как бы... Так много одних тех злов, говорю. Просто человеку в основном надо давать трое шанс. Есть те ситуации, где лучше этого, ну, не делать. Ну, даже... Вот могу сказать, как вот там... В американских школах все идет. Хоть я сам там не учусь, ничего. Но, по крайней мере, по сравнению с нами, они все пишут карандашом. Знаете, почему именно карандашом? Чтобы они всегда могли стереть и исправить, что-то изменить. Потому что школа хочет давать детям возможность исправления своих ошибок. Оба. А мы тут прошли, кстати. Все нормально. Давайте вольную игру продолжим. Посмотрим, что у нас тут получится. Сколько мы еще раундов поживем. И поэтому вот... Типа там в основном все пишут карандашами. Хотя, на самом деле, мне было бы тяжело писать карандашом. Не на всей бумаге, особенно не на всех вот наших вот тетрадках, удобно карандаши использовать. Я просто иногда люблю порисовать в них. И на некоторой бумаге, например, карандаш очень красиво сидит. А на некоторой вообще как-то почти не видно. Прям очень все плохо и непонятно. Поэтому тут раз на раз не приходится. Рынков у нас уже довольно-таки много. Наверное, хватит нам пока что. Так, такой террор используем на всякий случай. Супер обезьяна, конечно, очень нам тут сейчас помогает. Очень много урона наносит. Так. Десять тысяч накопили. Даже не знаю, тратить ли нам их сейчас на что-либо. Или все-таки исследовательские лаборатории делать. Наверное, все-таки их буду пока что. Хотя, блин. Нам надо будет обезьянью разведку к 90-му раунду 100% сделать. Потому что там будет прям проблема. Там же будет эти... Зомги. Зомги это довольно-таки опасные... Дирижабли. Такая их разновидность, которые сразу и с камуфляжем, и со свинцом. И опять же-таки, обезьяна-маг очень хорошо с ними справляются. Но опять же-таки, что? Я не могу использовать обезьяну-мага. Обида? Печаль? Ну да, ладно. Так. Сейчас, наверное, еще одну лабораторию прокачаем. И быстренько накопим на обезьянью разведку. Опа. Все-таки технический террор. Очень полезный скилл. Очень много наносит урона. Мне это прям нравится. Так. Все. И есть у нас тут еще деньги. И при этом, смотрите, она уже сколько денег принесла. Она действительно, несмотря на то, что я тогда вот удалял банановую ферму, сейчас здесь поставил исследовательскую лабораторию, она уже очень много денег нам принесла. Так. Вот, все. Обезьянья разведка есть. Тут вот еще прокачаю. Потому что верхняя прокачка, она же все-таки... Скорее-то так, у всех обезьян в радиусе действия. Хотя мне, на самом деле, люди тогда еще рассказывали о том, что вот эти вот прокачки в основном действуют только для обычных... Как это? Для обезьян обычного типа. Вы могли только что заметить, что у нас были большие проблемы. Это тоже заметил. И мне это не понравилось. Сейчас, наверное, еще будем на мастера арбалета копить. Он их тоже будет очень сильно выручать. Так. 19 тысяч накоплено. Осталось 8. С этим у нас не должно быть проблем. Может быть, даже на следующем раунде мы уже накопим на это. Да, у нас уже меньше 2000 осталось. А все. Все, мы накопили. Посмотрите, какой радиус огромный. Но так жаль. О, она даже здесь попадает. Это очень круто. Так. Нормально. 90-й раунд. Кстати, опасный раунд. Сейчас будем смотреть, как мы будем справляться. Пока что мы справились. К счастью, пока не было проблем. Сейчас я, наверное, буду срочно копить на вечные шипы. На всякий случай. Чтобы уж к 100-му раунду точно не было проблем. Не-не-не-не. Большой урон. Почти полмиллиона урона, кстати, нанесло. Обязан с дротиками вот сейчас будет. Начинать всех уничтожать. Вечные шипы у нас есть. Теперь намного будет проще. Как мне кажется. Так. Уничтожаем этот всех. Никому проходу не даем. Все-таки обезьяны с дротиками. Хорошо нам помогает. Прокаченная это. Так, вот опять они тут. Мы, к счастью, справились. Но на всякий случай там есть вечные шипы. Которых уже там накопилось, кстати, немало. И они нам помогут. Если уж что-то случится. Такое себе. Еще я тут нам думаю поставить. Вот такое вот снайпера. И прокачать его наверх. А, хотя подождите. Давайте его вот сюда поставим. Чтобы он как раз таки видел. И камуфляж. И вот это вот все. Тогда мы спокойно его можем качать наверх. Повреждения мааба хочу прокачать. Потому что и тогда он будет маабом больше урона наносить. И другие обезьяны. То есть тут вот даже написано. Поврежденные мааба останавливаются на более длительное время. И получать дополнительный урон от любых других атак. То есть любой другой атакующий тоже будет наносить больше урона им. А это все, что нам и надо. Та-дам. Так. Показ тут сейчас много стало, кстати. Но вечные шипы нам тут помогут. Смотрите, как они легко на самом деле расправляются. Это очень здорово. Так, давайте здесь я энерджайзер прокачаю. Раз деньги на что-то навалило. Резко их. Так. Тут дирижаблей подлетит немного. Опа. И все. И нет ничего. Удобно. Хорошо. Все. А тут 700 уже тысяч. А тут почти 200 тысяч. То есть неплохо. С условием того, что мы только ее поставили. Точнее, только и недавно ее прокачали. Ставили там ее как раз таки самый первый. Так. Так. Надеюсь, что энерджайзер нам будет помогать. Что он стоил своих денег. Так. Как много так говорю. Все. Хватит. Еще бы я, наверное, поставил алхимикан. Куда бы нам его так поставить, чтобы он видел все получше. И камуфляж. И на двух линиях более-менее. Ладно, давайте его куда-нибудь сюда все-таки поставим. Почему бы нет? Большие зелья на большей территории. Или не так? Как бы я хотел сделать? Наверное, лучше посередине бы я сделал. Вот сюда ставим. И вот. 43 тысячи нам надо. У нас уже 30, можно сказать, есть. Уба. А у нас уже 40 есть. Неплохо. Все, накопили. Этот алхимик тоже наносит очень большой урон. Особенно всем дирижаблям. Потому что он их запросто уничтожает. Вечные шипы нас очень хорошо подстраховывают. Давайте, давайте. Мы тебя уничтожим. В тебе нет ничего крутого. Неплохое повреждение мы ему уже нанесли. С учетом того, что тут бесконечные шипы. А они тоже очень много ему урона наносят. Опа. Совак. Опа. Мгновенная обезьяна. Все, нормально, есть. Прошли сотый раунд. Причем как-то так быстро. Я не имею в виду, что он только уничтожился и там сразу же. Ну, да ладно. Я не против этого. Совак. Ну, конечно же, наверное, так можем дальше еще много раундов жить. Играть спокойно. Потому что у нас нет никаких вообще проблем. Если захотим, там мы вообще парагонов поставим. Почему бы нет? Поэтому я, наверное, сейчас как таково даже прокачиваться не буду. Ну, или там разве что чуть-чуть. Доживем до 110 раунда. Постараемся. И, наверное, на этом я буду заканчивать это видео. Сколько тут этих мобов? Жестко, конечно. А, химик. Кстати, уже 300 тысяч. 400. Очень круто он стреляет по ним. Почти 500. Вот он скоро, мне кажется, суперобезьяну точно обгонит. Потому что у него очень быстрые темпы роста. Прям невероятные, на самом деле. Если так посмотреть. Сколько тут. Вы посмотрите. Ой, чувствую, мы сейчас проиграем. Да-да-да. Вот сейчас это все будет. Опа. Ну ладно, ничего, я не против. Так, обезьяна-звезда все-таки наша суперобезьяна. Шаров пробито почти 3 миллиона. Получено денег 300 тысяч. Пробито моб почти 2 тысячи. Все очень даже неплохо. Все нормально. Главное, что испытания мы выполнили. А вот тут, кстати, еще тут получаю. Параллельно стараюсь немного ивент проходить. Но все-таки надо будет постараться и добить его. Чтобы получить как можно больше мгновенных обезьян. Это нам очень поможет. Это нам очень пригодится. Все-таки я рад, что я смог выполнить это испытание. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. А с вами был Диктофон. Не забывайте переходить по ссылке в описании. И заходить на мой Дискорд сервер. Жду вас там очень сильно. Надеюсь, что все будет хорошо. Поэтому всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok